Битва Школ Команды, стоящие напротив друг друга, не дадут пощады сопернику и будут биться за то, чтобы стать самыми умными семиклассниками нашего города. Ну что же, совсем скоро мы узнаем имена этих ребят. А мы начинаем финал битвы Школ. Добро пожаловать! Уважаемые друзья, ну а сейчас традиционно мы познакомимся с нашими командами, с нашими участниками. Я вам представляю команду гимназии номер 47 и ее капитана Ирину Вдовину. Ирина, пожалуйста, представьте вашу команду. Лушникова Вероника, Бессонова Вера, Варова Ангелина, Махновецкая Виктория, Доставалова Софья. Спасибо. Это гимназия номер 47. А сейчас мы представляем вам соперника. Школа номер 40. И капитан команды Яна Крылова. Яна, представляете вашу команду. Костюченко Маша, Легаев Толя, Менщиков Влад, Кривонок Илья и Пушкарев Миша. Ну что же, именно, да, давайте подарим аплодисментов ребятам. Именно эти, эти умные ребята будут сегодня биться за звание самого умного. Позвольте мне представить еще одну команду, которая сегодня будет следить за правильностью ответов, за честностью игры участников и так далее. Решать все самые сложные и важные вопросы. Это экспертная комиссия в составе менеджера по рекламе компании «Интерсвязь» Елены Сузовой. Ответственного секретаря приемной комиссии Курганского государственного университета, кандидата биологических наук, доцента Марии Киселевой. И креативного директора медиахолдинга «Курьер» Ярослава Климко. Ну что ж, друзья, все представлены, а правила нашего финала не будут ничем отличаться от предыдущих игр, от предыдущих встреч. Нас также ждет 4 раунда в нашей игре. Это раунд «Разминка», раунд «Угадайка», «Медиараунд» и раунд «Брейн Ринг», который, по мнению ребят, самый-самый-самый сложный. Ну что же, о правилах мы, конечно же, поговорим, ну а сейчас, я думаю, и я уверен, вижу, вглядываясь в лица наших участников, как им не керпится уже забирать первые, вторые, третьи, четвертые баллы и так далее. Не будем медлить, мы начинаем, начинаем с «Разминки». Разминка состоит из 7 вопросов из разных областей знаний с 4 вариантами ответа. Каждая команда одновременно отвечает на 7 вопросов. На обдумывание каждого вопроса отводится 10 секунд. Затем команда озвучивает свою версию, и мы проверяем правильные ответы. За каждый правильный ответ 1 балл. Мы начинаем нашу «Разминку». Ваши аплодисменты. Внимание, друзья, первый вопрос. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях. А. Добавление в воду марганцовки. Б. Очистка через фильтр из ткани песка и ваты. В. Кипячение воды. Г. Очистка через угольный фильтр. Время. Время истекает. Ответ от гимназии номер 47. Итак, укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях. Б. Ответ В. Очистка через фильтр из ткани песка и ваты. Ответ принят. Ответ команды школы номер 40. Ответ В. Кипячение воды. Ответ В. Кипячение воды. Внимание. Самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях – это ее кипячение. Ответ В. Верный. Внимание. Двигаемся дальше. Второй вопрос. Где находится полюс ветров? Район высокой повторяемости сильных ветров и штормов. А. На побережье Антарктиды. Б. На японских островах. В. Вальдах Арктики. И. Г. На Аравийском полуострове. 10 секунд. В. Время. Ответ школы номер 40. Ответ Г. На Аравийском полуострове. Ответ Г. На Аравийском полуострове. Принято. Ответ 47-й гимназии. Ответ А. На побережье Антарктиды. Ответ А. На побережье Антарктиды. И. Правильный ответ на данный вопрос. Это действительно ответ А. На побережье Антарктиды находится полюс ветров. Ну что же. Команды обменялись выстрелами. Просто такими вот ударами. И мы будем наблюдать все с большим интересом. Как будут происходить дела далее. Третий вопрос. У земноводных впервые появляются железы. А. Слюнные. Б. Потовые. В. Яичники. Г. Сальные. 10 секунд. Время истекает. Ответ гимназии номер 47. Итак, у земноводных впервые появляются железы. Б. Б. Потовые. Ответ принят. Школа номер 40. Ответ А. Слюнные. А. Слюнные железы. Правильный ответ. Ответ А. Слюнные железы. Четвертый вопрос. Внимание. Приступить к выполнению боевых задач военнослужащий российской армии может после. А. Призыва. Б. Прибытия к месту службы. В. Принесения присяги. Г. Получения повестки из военкомата. Выбирайте. 10 секунд. Время истекает. Ответ школы номер 40. Итак, приступить к выполнению боевых задач военнослужащий российской армии может после. Б. Прибытия к месту службы. Б. Прибытия к месту службы. Ответ принят. 47 гимназия. В. Принесения присяги. В. Принесения присяги. И правильный ответ. Ответ В. Принесения присяги. Только после этого момента военнослужащий переходит к выполнению боевых задач. Пятый вопрос. Чем характеризуется утомление? А. Временным снижением работоспособности. Б. Отказом от работы. В. Повышением частоты сердечных сокращений. Г. Обильным потоотделением. 10 секунд. Время. Ответ 47 гимназии. А. Ответ А. Ответ А. Временным снижением работоспособности. Ответ принят. 40 школа. Ответ А. Ответ А. И это абсолютно правильный ответ. Абсолютно верно. Шестой вопрос. Как называется свойство древесины? Выдерживать определенные нагрузки, не разрушаясь. А. Твердость. Б. Плотность. В. Прочность. Г. Пластичность. Время. Время истекает. И 40 школа отвечает. Ответ В. В. Да. Ответ В. Прочность. Да. Принято. Также ответ В. Ответ В. Прочность. Это абсолютно правильный ответ от обоих команд. И финальный седьмой вопрос первого разминочного раунда. Внимание. Эстетическое оформление функциональных изделий. Сфера деятельности. А. Проектировщика. Б. Дизайнера. В. Конструктора. Г. Технолога. Десять секунд. Десять секунд. Время. 47 гимназия. Б. Ответ В. Дизайнера вы считаете. 40 школа. Ответ В. Дизайнер. Ответ В. Дизайнера. Ну что же. Я вас поздравляю, уважаемые команды. Это ответ правильный. Ну что же. Очень динамично. Очень быстро пролетает наш первый раунд в нашем финальном поединке, в финальной битве. Ирина, скажите, пожалуйста, а чем отличаются полуфинальные игры, к примеру, от финальных? В финальных играх больше напряжения и сильнее соперники. А волнения больше? Нет, мы уже привыкли. Понятно, хорошо. Ян, скажите, пожалуйста, а как на взгляд вашей команды? Чем финал от полуфинала отличается? Это зависит от восприятия ситуации. То есть если считать то, что полуфинал это ааа, или финал это о господи, то так и будет. А если настроиться то, что проиграем в финале, проиграем в финале, ну что же поделать. А если настроиться, что выиграем в финале и выиграем. Да, да, выиграем. Отлично. Все будет нормально. Ну что же, давайте двигаться далее. И нас ждет второй раунд. Раунд угадайка. В этапе угадайка каждой команде по очереди задается по 7 вопросов. Нужно угадать действительно ли загаданный вопрос и факт случился, или же мы его выдумали. На обдумывание ответа дается 30 секунд. За каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл. Ребята, внимание. У папоротников из спор развивается заросток. Правда это или нет? Время. Ответ команды. У папоротников из спор развивается заросток. Да или нет? Мы считаем, что это выражение верно. Верно. Ну что же, и это абсолютно правильное ваше мнение. Это действительно верный факт. 47-я гимназия. У МХОВ в цикле развития преобладает спорофит. Да или нет? У МХОВ в цикле развития преобладает спорофит. Да. А на самом деле нет. Ну что же, промах, но я думаю, ничего в этом страшного нет. Вопрос для школы номер 40. Зима длинная, суровая, продолжается около 9 месяцев. Температура воздуха бывает не ниже 20 градусов. А зимой снега выпадает мало. Сильные ветры сдувают тонкий покров снега, и западенные углубления наметают огромные сугробы. Лето короткое, а солнце почти не скрывается за горизонтом. А лучи его скользят по поверхности земли, давая очень мало тепла. Это континентальный умеренный климат. Итак, ответ команды. Это континентальный умеренный климат. Да или нет? Нет. А на самом деле да. Мы привели его определение. Вот именно так. Вопрос для 47-й гимназии. Годзона в пролив разъединяет два континента. Два государства, две части света соединяет два океана и два моря. Да или нет? Время. Годзона в пролив разъединяет два континента. Два государства, две части света соединяет два океана и два моря. Да или нет? Да. Да. А на самом деле нет. Это Берингов пролив разъединяет два континента, два государства, три части света и соединяет два океана и два моря. Следующий вопрос для школы номер 40. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей. Да или нет? Ответ команды. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей. Да. Да, и это действительно верно. Вопрос для команды гимназии 47. Развитие ловкости определяет с помощью прыжков на скакалке в течение одной минуты. Да или нет? Время. Развитие ловкости определяет с помощью прыжков на скакалке в течение одной минуты. Да или нет? Нет. Нет. И это абсолютно правильный ответ, потому что определяет развитие ловкости челночный бег, но не скакалка. Вы правы, абсолютно. Для школы номер 40 вопрос. Следующая ситуация относится к проступкам. 14-летние подростки баловались с огнем около трансформаторной будки, в результате чего обгорела дверь. Так это или не так? Итак, внимание. Следующая ситуация относится к проступкам. 14-летние подростки баловались с огнем около трансформаторной будки, в результате чего обгорела дверь. Так это или нет? Нет, это не проступок. Это не так? Это не так. Это неправильный ответ, потому что это действительно проступок. Да, был ответ правильный. Ну что же, вопрос для 47 гимназии. Нарицательная стоимость, обозначенная на денежных знаках, это цена. Так или нет? Истекает время. Нарицательная стоимость, обозначенная на денежных знаках, это цена. Да или нет? Да. Да. На самом деле нет, потому что это номинал, а не цена. Купюра. Вопрос для 40-й школы. Для измерения энергии, выделяемой в очаге землетрясения, принята шкала Рихтера. Да или нет? Итак, ответ команды для измерения энергии, выделяемой в очаге землетрясения, принята шкала Рихтера. Да, мы согласны с этим утверждением. Абсолютно правильное утверждение, совершенно верно. Вопрос для команды 47 гимназии. На торфяных почвах разрешается разводить костер. Верно или нет? Ответ команды. Нет. Неверно. Не разрешается, то бишь, да? Это абсолютно правильный ответ. Вопрос для 40-й школы. При сервировке стола к обеду вилку кладут слева от тарелки зубцами вверх, а нож справа лезвием к тарелке. Правильно или неправильно? Итак, внимание, при сервировке стола к обеду вилку кладут слева от тарелки зубцами вверх, а нож справа лезвием к тарелке. Да или нет? Нет. А на самом деле, да, здесь абсолютно правильно описаны правила сервировки. Лопрос для гимназии номер 47. С помощью 3D принтера можно сделать дом. Да или нет? Время. Итак, с помощью 3D принтера можно сделать дом. Это верно. Это верно. И это абсолютно правильно. Все же только зависит от размеров этого 3D принтера. Все элементарно. Итак, друзья, школа номер 40. Вопрос для вас. Для производства стекла используют глину. Да или нет? Ответ уже готов. Для производства стекла используют глину. Нет. Нет. Абсолютно вы правы, потому что для производства стекла используют кварцевый песок. Но это никак не глина. Молодцы. И финальный вопрос для гимназии номер 47. В русском языке 10 гласных звуков. Да или нет? И так истекает 30 секунд. В русском языке 10 главных звуков. Да или нет? Нет. А сколько? Мы не посчитали. На самом деле, действительно, их в русском языке не 10. А в шпаргалочке у меня написано, что их там 6. Что их там 6. Ну что же, друзья мои, позади раунд 2 Гадайка. Вы заметили, как у нас сегодня быстро летит раунд за раундом? Ну, потому что ребята просто большие молодцы. Они не используют практически данное время, что отличает. На самом деле, это очень сильно отличает интеллектуальную команду. И все ответы практически досрочные. А как вы считали согласные звуки? Расскажите, Ирина, пожалуйста. Называли алфавиты на каждый гласный, загибали палец. Загибали палец. Это ваш особенный сертифицированный метод подсчета? Это наш авторский метод, он запатентован. Запатентован. Серьезно? Да. Отлично. Ну то есть, сейчас я могу остановить любого человека на улице, который стоит и загибает пальчики, и сказать, извините, этот метод уже запатентован. Спасибо. Яна, скажите, пожалуйста, волнение присутствует в команде? Нет. Спокойно? Да, все спокойно. А кто больше волнуется, мальчики или девочки? Даже не знаю. Ну то есть, все спокойно, да? Да, все спокойно. Вы в боевом настрое. Все нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот интересная ситуация у нас происходит. Второй раунд позади, а команды не отпускают друг друга буквально не на бал. Ну что же, а сейчас цена ошибки дорожает ровно в два раза. Потому что последующие раунды ценность каждого вопроса будет возрастать вдвое и будет считаться за два балла вместо одного. Мы как раз таки переходим к нашему третьему раунду, а это раунд Медиа. В раунде Медиа мы предлагаем шесть вопросов. По три вопроса каждой команде. Вопросы связаны с музыкой, мультфильмами, литературой или кино. Вопросы задаются командам по очереди. В случае неправильного ответа право озвучить свою версию переходит к команде соперника. На обдумывание отводится 60 секунд. За правильный ответ команде начисляется два балла. Ну что, готовы? Поаплодируем друг другу. Мы начинаем наш Медиа-раунд. Чего не хватает на картинке Валентина Серова «Девочка с персиками»? Время. Я напоминаю командам, если у вас готов уже ответ, не стоит ждать минуту, можно дать досрочный ответ. Вы готовы, да? Чего же не хватает на картине Серова «Девочка с персиками»? Тарелки с персиками. Собственно, самих персиков и не хватает, да? Ну что же, я не буду долго мудрить и томить вас в этих секундах ожидания. Действительно правильный ответ. У нас не хватает персиков. Тарелки с персиками на этой чудесной картине. Два балла заработаны. Отлично. Вопрос для команды школы номер 40. Назовите одним словом «Юг Франции» и «Стиль в интерьере». Время. Готов ответ. Да. И опять он досрочный. Назовите одним словом «Юг Франции» и «Стиль в интерьере». «Прованс». Это «Стиль Прованс» и «Юг Франции Прованс». И это совершенно правильный ответ. Третий вопрос. Он является вторым для команды гимназии номер 47. Назовите, пожалуйста, вид искусства. Время. Готов ответ. Давайте назовем вид искусства. Граффити. 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 Или граффити. Без разницы. Или граффити. Или граффити. Как вы хотите. Ну что же, я хочу, чтобы было граффити. Это абсолютно правильный ответ. Итак, вопрос для школы номер 40. Что не так на этой фотографии, ребята? Время. Готов ответ? Да. Ну давайте будем разбираться. Что не так на этой фотографии? Девочка, которая сидит на стуле, ее нет. Ее не должно быть. А ее не должно быть на этой фотографии. Ну что же, давайте я вам зачитаю правильное. На самом деле, девочка, она на этой фотографии лишняя. Совершенно верно. Совершенно верно. Ваш ответ правильный. Итак, друзья. Гимназия 47. Вы получаете еще один финальный на этот раунд вопрос. Назовите марку автомобиля и страну производителя. Время. И опять досрочный ответ. Внимание. Porsche, Германия. Это Porsche, вы считаете, да? Германия. А есть ли ответ у команды школы номер 40? Ребята, времени на обсуждение уже нет. Давайте, представляйте свой ответ. Мы считаем то, что это марка автомобиля Ferrari, а страна производителя – Германия. Германия. Ferrari, Германия. Porsche, Германия. Ferrari, Германия. Внимание, друзья мои, это действительно Ferrari. А страна производителя – Италия. Я хотел бы обратиться к нашей комиссии. А, они мне уже подсказывают, что команда за этот вопрос получает один балл, но так как дала, ну, пол ответа, так сказать, правильному. Ребята, школа номер 40, и вам финальный вопрос. К какому царству относится белый гриб? Время. Итак, долго ребята не думают. Ваш ответ. К какому царству относится белый гриб? К царству грибов. К царству грибов. Да. И это правильный ответ. И это правильный ответ. Ну что же, друзья, очень драматично складывается наша игра и наш третий раунд. Где-то были даны ответы на крайне серьезные, крайне жесткие вопросы. А где-то были промахи. Ир, ну расскажите вообще, как обстановка-то, как вот так вот получается у вас? Без мальчиков с Ferrari не получилось. И вы только к финалу поняли, что без мальчиков-то никуда, да? Только в вопросе с Ferrari. Я вас понял. Ян, скажите, пожалуйста, вот у меня к вам такой вот следующий вопрос. Вы отыграли крайне успешный сейчас раунд медиа, да? Вы забрали все свои ответы правильные еще. Забрали наполовину ответ соперника. В чем такая удача? Почему так все получилось? Ну, мы работаем в команде, мы слушаем друг друга. Ян, я вас слышал уже вот эти вот работаем в команде и слушаем друг друга. Почему бы и нет? Мы же слушаем друг друга. А кто, кто говорил правильные ответы? Ну, насчет Ferrari это предложили мальчики. Илья Кривонок. Ага. Вот. И Миша, да. А насчет... Ну, Миша. Вот. А насчет таких биологических вопросов, ну, знаете, был там вопрос. Ну, было пару вопросов или один вопрос, на который ответила я. Вот Маша. Маша тоже отвечала. У нас все работают. Мы все прислушаемся друг другу. Ну что же, отлично. Три балла. Три балла ровно отделяют одну команду от другой. Ну, вы прекрасно знаете, уважаемые ребята, что эти три балла абсолютно ничто, когда вы начинаете играть в четвертый Брейн Ринг раунд. Брейн Ринг. Команды не просто должны ответить на вопрос, но и сделать это быстрее соперника с помощью кнопки. За правильный ответ команде начисляется два балла. В случае неправильного ответа у команды соперника есть 30 секунд, чтобы дать свою версию. Самый решающий, друзья мои, самый решающий, самый важный, самый нервный, самый тяжелый Брейн Ринг раунд стартует в нашей битве школ. Итак, внимание. Вопрос номер один. Цветочное ассорти. Время. Итак, Дан, загорелись лампы у команды школы номер 40. И ваш ответ цветочное ассорти. Букет. Это букет. Совершенно верно. У данного вопроса было два ответа. Либо букет, либо экибан. Засушенный букет. Но вы попали абсолютно верно и точно. Внимание. Вопрос номер два. Птица, разносящая младенцев. Альтстарт у гимназии номер 47. Ответ школы номер 40. Аист. Это аист. Ну, конечно, конечно, совершенно верно. Это аист. Итак, друзья мои, вопрос номер три. Вокальный монолог. Время. Итак, гимназия номер 47 были первыми. Вокальный монолог. Ария. Как? Ария. Ария? Ну да, действительно, правильно. Это ария. Все, все хорошо. Все в порядке. Итак, двигаемся далее. Внимание. Вопрос. Футбольные гольфы. Время. Итак. Ответ команды гимназии. Гедры. Как? Гедры. Гедры. Засчитывает мне уже. Комиссия подсказывает. Одна буква. Гетры называется. Гедры, гетры. Но смысловой, конечно, характер имеется в виду. И ответ правильный. Друзья, что ж вы творите-то вообще в этом раунде? Что у нас происходит? Чем не вопрос, чем не дальнейшее развитие событий, тем интереснее еще более. Итак, внимание. Вопрос номер пять. Протез прически. Время. И это? Парик. И это парик. Совершенно верно. И это парик. Вопрос номер шесть. Хвойные слезы. Время. И хвойные слезы. Это? Смола. Это смола. Совершенно верно. Вопрос номер семь. Водоросли, плавающие густой массой в стоячей или малопроточной воде. Время. Гимназия номер сорок семь. Тина. Это тина. Совершенно верно. Совершенно верно. У нас остается два вопроса, друзья. Внимание. Вопрос восьмой. Оттенок речи, голоса. Время. Это был фальстарт. Это был фальстарт. Конечно же, у вас готов ответ. Оттенок речи, голоса. Это? Тембр. Тембр. Ваш ответ не верно. Потому что это тон. Ну что же. Оттенок речи, голоса. Это тон. Именно так написано в моей шпаргалочке. Ну что же. И теперь, внимание, друзья. Финальный девятый вопрос. На лужайке босоногих мальчиков столько же, сколько обутых девочек. Кого на лужайке больше, девочек или босоногих детей? Время. Итак, ответ команды школы номер 40. Их одинаковое количество. Их одинаковое количество. И это правильный ответ. Их поровну. Их поровну. Итак, друзья. Позади раунд. Позади игра. Позади страсти, которые на этой игре просто невероятно кипели. Сейчас, очень скоро, мы предоставим слово нашей экспертной комиссии. Они озвучат нам все-все-все наши результаты. И результаты раунда, и результаты игры в целом. Но я со своей стороны, ребят, очень сильно хочу вам сказать то, что сегодня наблюдать за этой игрой, вести эту игру, для меня особенное удовольствие. Сегодня вы просто блещете интеллектом. Сегодня просто невероятно огромное количество правильных ответов. И это очень здорово. И очень отрадно осознавать, что в нашем городе такие умные семиклассники. Молодцы. Давайте поаплодируем сами себе. Ну а сейчас ваше внимание и слово экспертной комиссии, друзья. Ребята, большое спасибо за тот праздник, который вы принесли на экраны телевизоров и вот в этот зал. Было так здорово, было классно, было очень переживательно. Мы очень болели зуби команды. И отвечали вместе с вами. Иногда неправильно. Иногда вы были умнее нас. И это, мне кажется, огромное достижение. И не все вопросы, может быть, были настолько однозначны. Даже мы не с тем, кто даже поспорили. Но, тем не менее, игра есть игра. Правило есть правило. И счет есть счет. Итоговый счет игры. 26-19. Поздравляем обычную школу номер 40. Ребята, вы огромные молодцы. Огромное вам спасибо. И я надеюсь, что мы встретимся, может быть, и на следующий год. Ну что же, подведены итоги. Интриги никакой нет, тайны никакой нет. И мы все поздравляем, конечно же, команду учеников-семиклассников школы номер 40 с заслуженной победой. Ребята, вы ее достойны. Вы к ней пришли. Ну, а команду гимназии номер 47, наших умных девчонок, я призываю не расстраиваться, не переживать. Потому что, я уверен, сезоны еще будут. И вы обязательно блеснете интеллектом. И удача, как говорится, улыбнется. И среди чемпионов будут уже вот эти вот замечательные девчонки. Я вас поздравляю с финалом. Уважаемые, дорогие друзья, уважаемые телезрители. Ну что же, и подходит к своему завершению этот финал и этот сезон битвы школ. Это были невероятные события. Мы увидели с вами крайне умных, интеллектуальных ребят. И очень здорово, что эти ребята живут в городе Кургане. Учатся в курганских школах. И я уверен, они далее будут развивать наш с вами город. Это был финал битвы школ. До скорых новых. Пока-пока. Сегодня удача, безусловно, была на нашей стороне, но также на стороне соперников. Они оказались очень сильными, но мы также рады, что потом будет что рассказать в старости внукам. Ура! Мы будем искать место, чтобы съесть этот огромный торт. Да, это очень проблемная ситуация. Мы бы отметили прямо тут, но у нас ничего нет. Ну, я бы хотела поступить в медицинский институт, а с городом я пока не определилась. Планируем в ближайшее время закончить музыкальную школу, а потом после школы самое основное поступить либо на мультипликатора в Тюмени, либо на дизайнера. Ну, я еще не определился с выбором профессии, но я думаю, что я буду психологом. Я точно не определился с выбором профессии и, ну, считаю то, что закончу школу и буду думать. Я тоже не определился с выбором профессии. На данный момент я не определился с выбором профессии и, скорее всего, также буду думать над ее выбором после окончания школы. Я не определился с выбором профессии. Вы знаете, мы очень переживали за ребят, за всех и за каждого, и нам хотелось иногда выкрепить ответ, помочь ребятам. А вообще это очень сложно наблюдать и нет возможности когда помочь. Вот мы прям вообще переживали за ребят. Вы знаете, мы впервые принимаем участие в таком проекте. Для нас было очень важно проверить, в первую очередь, свои силы, действительно. Ну, где-то вопросов, наверное, на 8 мы, в принципе, не ответили. Просто не ответили, без вариантов, да. А ребята знали ответы, еще как-то аргументировались и выступали даже в пользу своих ответов. Я хочу сказать, что ребята очень умные и ко всему относятся слишком серьезно даже. Я бы им посоветовала немножко расслабиться. Все-таки иногда, когда есть игра, нужно еще поиграть и быть детьми. Они иногда уже слишком взрослые, даже для седьмого класса. Так как всех деток уже видели, переживали за каждую школу, поэтому были все, жюри было в напряжении. Спорили за ребят, переживали и вот прям болели за всех. Ну вот, очень гордимся, что в Кургане такие дети. Если честно, неожиданно, неожиданно, правда. Спасибо большое учителям, педагогам, школам, что дают столько знаний детям. Ну и, конечно, детям, наверное, тоже спасибо, что они проявляют интерес, любопытство к разным сферам наук и искусства и всему-всему. Ну, ждем следующего сезона с нетерпением, потому что очень понравился проект. Ой, ну, конечно, наверное, удача сыграла немаловажную роль, но ребята из 40-й школы однозначно были сильнее своих соперников. Очень хочется выкрикивать, очень хочется подсказывать, очень хочется быть с ребятами в одной команде и как-то влиять на результат. Но нельзя, мы жюри. Ну, нас будущее ждет. Нас будущее ждет, и, конечно, это будущее связано с детьми. И замечательно, что есть такие дети, которым интересно жить, которым интересно думать, которым интересно познавать новое, быть в тренде, то, что называется. И такое будущее я жду, и в нем, наверное, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова